Инстардинг представляет Письмо для будущих миллиардеров Чтобы стать миллиардером, нужно выработать в себе особое мышление. Мышление лидера, человека, который готов действовать при любых обстоятельствах. Если в течение рабочей недели вы только и делаете, что подсчитываете, сколько часов и минут осталось до начала выходных, вам никогда не стать миллиардером. И дело здесь не в деньгах или связях, а в готовности работать лучше и быстрее. Учиться больше остальных, когда речь идет о вашем бизнесе. Вы учитесь на своих ошибках и в следующий раз делаете лучше. Помните, ваша жизнь зависит только от вас. Стремитесь к успеху, избавьтесь от роли жертвы, забудьте об оправданиях и перестаньте жаловаться. Мало просто хотеть быть богатым. Становиться богатым – это постоянно осваивать новые области знания, расширять свои деловые функции, повышать профессиональную квалификацию, получать дополнительное образование и ежедневно становиться богаче. Расширяйте горизонты ваших мыслей, стремлений и желаний. Привыкайте к хорошему. Постоянно размышляйте, как ту или иную вещь можно улучшить. Делайте то, что вам нравится, но только в рамках своего бюджета. Восхищайтесь богатыми людьми, всегда учитесь у них, и завтра вы станете на них похожими. Оставьте за порогом вашего сознания зависть, осуждение и раздражение по отношению к богатым людям. Самое простое – это учиться навыкам у человека, который уже заработал свой миллиард. Общайтесь с богатыми и успешными людьми. Они научат вас быть богатыми. Бедные научат вас жаловаться на жизнь и оставаться бедными. Исключите неудачников из сферы вашего общения. Развивайте в себе искусство саморекламы. Заявите миру о себе и своих достоинствах так, как этого не сделает никто другой. Научитесь любить себя. Знаете, вы единственны и неповторимы. Любая проблема – это новая возможность преодолеть себя и стать лучше, приобрести новые знания и полезные навыки. Богатые ищут пути решения своих проблем. Бедные ищут новые способы оправдания бездействия и бегства от своих проблем. Будьте готовы к подаркам судьбы. Поверьте в то, что все возможно. Главное – это ваше желание. Вселенная всегда найдет способы помочь вам. Получайте деньги за результат своего труда, а не за отработанные часы. Вечная дилемма неудачников – это либо работать, либо отдыхать. А почему бы не совмещать и то, и другое? Выполняя монотонную работу, можно слушать аудиокниги в наушниках, то есть совмещать приятное с полезным. Можно слушать аудиокниги, когда вы в пути или стоите в пробке, при этом не раздражаясь, а получая удовольствие. Работайте, чтобы жить, а не живите, чтобы работать. Заставьте ваши деньги работать на вас вместо вас. Узнайте точно, сколько денег вам нужно для собственного комфорта. Подумайте, каким способом можно получить эти деньги. Составьте план ваших действий и ваш инвестиционный план. Действуйте вопреки страху потерять деньги. Инвестируя средства, представляйте, что вы их дарите. Если этот подарок окажется успешным, вы выиграете. Если вы потеряете вложенные деньги, вы тоже выиграете, потому что получите хороший урок на собственном опыте, куда можно и куда нельзя инвестировать деньги. Всегда учитесь и совершенствуйтесь. Будьте открыты всему новому. Познавайте и приобретайте новые навыки. Радуйтесь достигнутым результатам. Менталитет миллиардера – это такое состояние ума, при котором вы сосредотачиваете все свои знания, все свои умения, все свои навыки на достижении поставленной цели. Именно это и изменит вас. Если вы хотите заработать миллиарды, вам нужно придумать что-то новое. А если миллионы – улучшить старое. Лучше получать 1% денег в результате усилий 100 человек, чем 100% денег в результате своих собственных усилий. Не спите больше, чем требуется вашему организму. Не ставьте себя в зависимость от технологий. Представляйте, что вы – это целая армия, правда, состоящая из одного бойца. В этой армии вы не только главнокомандующий, но и солдат. Вы сами составляете план военных действий, но вы же его и выполняете. Помните, успех порождает успех. Вам будет гораздо легче действовать, когда у вас за плечами внушительный список грандиозных достижений. Для миллиардеров работа и удовольствие – это одно и то же. Настоящие миллиардеры никогда не стремятся убивать время, потому что жизнь – очень хорошая вещь, но, к сожалению, очень короткая. Фокусируйтесь на минутах, а не на часах. Чтобы начать мыслить как миллиардер, нужно ежедневно расти. Приучайте себя ежедневно читать книги и журналы, которые развивают мышление, в которых можно найти много полезной информации для развития своего дела. Все миллиардеры проходили путь поражения и неудач, и они стали их лучшими друзьями. Они не сдавались, не опускали руки, поэтому и стали богатыми. Чтобы получить результат, который никогда не получали, начинайте заниматься тем, чем раньше никогда не занимались. Многие миллиардеры и миллионеры разорялись, и не раз, прежде чем стать тем, кем они есть сейчас. Учитесь у них не наступать на одни и те же грабли дважды. Уделяйте внимание только тому виду деятельности, который вам нравится. Стать миллиардером, занимаясь нелюбимой работой, невозможно. Вам нужно изначально выбрать, а потом развивать одно свое направление, то, которое доставляет вам удовольствие. Все ваши неприятности от того, что вы не умеете или не можете сфокусироваться на чем-то одном, долгое время. Отдайте себя целиком любимому делу. Станьте лучшим специалистом в своей отрасли. Вы должны уметь расставлять приоритеты. Умейте сконцентрироваться на главном, а не на срочном. Вы точно должны знать, что необходимо сделать сегодня, а что можно отложить и на потом. Цели должны быть поставлены не только на сегодня, но и на неделю, месяц, год. Вы четко должны осознавать, где вы будете через год, насколько вы приблизились к своей цели. Чтобы что-то получить, сперва необходимо это получить в своем сознании. Если вы не можете представить себя миллиардером, то вам им никогда не стать. У вас не получится прыгнуть выше своего уровня мышления. Миллиардеры всегда делают то, что приносит им успех. Остальные – что им угодно. Миллиардеры любят порядок в делах и документах, на рабочем месте и дома. Каждый миллиардер делает что-то лучше, чем остальные. Каждый день вы должны делать выбор. Никто не может вас осуждать за него и презирать. Главное – отдавайтесь ему целиком. К черту все. Берите и делайте, пока не доведете дело до конца.